Всем привет! Я много раз слышала от студентов, что им часто не хватает прилагательных, чтобы описать что-то, или часто используются довольно банальные варианты, а хочется разбавлять их чем-то более интересным и хорошо звучащим. Поэтому сегодня обсуждаем прилагательные, чтобы ярче комментировать три темы — фильмы, еду и красивые виды. С вами Вероника, и это Puzzle English. Как думаете, с какой темы мы начнем? Как насчет того, чтобы начать с прекрасного, с красивых видов? Какие подписи делать к фоткам, кроме как it's beautiful or it's wonderful? Разбираем. Я очень люблю breathtaking — это когда дыхание захватывает, то есть вы можете сказать The view is breathtaking. I can't believe my eyes. Вид поразительный, захватывающий дух. Не могу поверить своим глазам. Spectacular — тоже классное прилагательное. Впечатляющий, захватывающий, невероятный. We saw a spectacular sunset last night. I didn't want it to end. Мы вчера наблюдали невероятный закат. Я не хотела, чтобы он заканчивался. И еще популярная прилагательная — panoramic. Панорамный, дающий хороший обзор, можно использовать в разговоре о смотровой площадке или иной точке, с которой открывается классный вид. There are panoramic views at that place on clear days. Today's is pretty cloudy, so we might not catch them. Там открываются панорамные виды в безоблачные дни. Сегодня пасмурно, и мы можем их не застать. Cynic — живописный. Используем как раз, когда говорим о природе, о красивых местах. Например, Мы поехали позже в описному маршруту до отеля, чтобы мы могли как следует насладиться новым городом и его природой. И последнее прилагательное в этой теме как раз дает нам обратное значение. Мы его используем, когда ничего такого особенного и не увидели. Ordinary — обычное, ничем не выдающееся. То есть, когда место нас ничем не зацепило, ничем не впечатлило. Например, It's quite an ordinary place. There is nothing special about it. Это такое обычное место, в нем нет ничего особенного. Какие из вариантов вам понравились? Делись своим впечатлением в комментариях. А мы движемся к следующей теме. Food — еда. Delicious, yummy, tasty. У всех на слуху, наверное, да? А вот что-то более конкретное. Пробежимся по вкусовым качествам. Salty — соленый. Sweet — сладкий. Sour — кислый. Bitter — горький. Please add more sugar to this jam. It tastes too sour for me. But not too much or it will get too sweet. Пожалуйста, добавь больше сахара в этот джем. Слишком кисло для меня. Но не слишком много. А то получится слишком сладко. Ты согласен с тем, что люди должны потреблять меньше соли? Да. Но я очень люблю, когда еда соленая. Многие люди считают черный кофе горьким без сахара. Но мне нравится. Теперь. Острое, не острое. Пресное. Давайте сразу с примерами. Азиатская кухня довольно острая для меня, но мне нравится. Мы заказываем что-то вроде суши или лапши, или что-то такое, как минимум раз в неделю. Говорят, что французская кухня совсем не острая, но со своими богатыми вкусами. Рис пресный, можешь мне передать соевый соус? А теперь свежее или замороженное. Тут все просто. Я очень люблю лето, потому что могу есть любые свежие овощи и фрукты. Они такие вкусные, что ничего другого не надо. Во время зимы мы в основном покупаем замороженное. А теперь наоборот. Как мы скажем, когда что-то испортилось? Когда говорим о мясе, овощах, фруктах и так далее. Я не могу поверить, что они мне подали испорченное мясо. Мы больше никогда не пойдем в это место. Не ешь эти яблоки, они испорчены. Хотя я купила их пару дней назад. Но вот, когда мы говорим, что испортился хлеб, или тортики, или печеньки, или что-то подобное, то мы уже будем использовать стейл. Стейл. Несвежий, черствый, залежалый. Хлеб зачерствел. Надо купить свежего. И завершаем эту категорию просто комплиментами вкусной еде. Или другими словами, синонимами delicious и yummy. Как по-другому сказать вкусный? Посмотри на эти аппетитные тортики. Ты пробовала этот вкуснейший торт? Потекли слюнки после этой категории? Уже начали думать, чтобы пойти перекусить? Но не торопитесь. Сначала нужно досмотреть видео до конца. Потому что... Следующая и последняя категория на сегодня. Movies. Как мы будем давать характеристику фильму? Хорошо снят? Интригующий? Сильный или недооцененный? Разбираем. Начнем с положительных эмоций после просмотра фильма. Outstanding. Выдающийся. Everyone would agree that Titanic is an outstanding movie. Каждый согласится, что Титаник – выдающийся фильм. Legendary. Легендарный. Легкое слово. Но замечательно. Раскроет ваше сильное впечатление. You have to watch this. This scene is legendary. Ты должен это увидеть. Эта сцена легендарная. Captivating or gripping. Захватывающий. Увлекательный. The story of them is so gripping. How did they do it? Их история такая захватывающая. Как они это сделали? Intriguing. Интригующий. Intense. Напряженный. The movie is so intriguing with so many intense plot twists. Этот фильм такой интригующий, со множеством напряженных сюжетных поворотов. Powerful. Сильный. This movie is so powerful. It made me think about lots of things. Это очень сильный фильм. Он заставил меня задуматься о многом. Touching movie. Трогательный. I don't want to see any touching movie tonight. I don't want to cry. Comedies only. Я не хочу сегодня смотреть никакого трогательного фильма. Я не хочу плакать. Только комедии. И последнее хорошее прилагательное. Uplifting. Вдохновляющий. Поднимающий настроение. You need to watch more uplifting movies. They make you dream, believe and do something in your life. Тебе нужно смотреть больше вдохновляющих фильмов. Они заставляют тебя мечтать, верить и делать что-то в твоей жизни. Ну, а теперь про негативные прилагательные, которые мы будем использовать, чтобы высказать свое недовольство фильмом. Second rate. Второсортный. Don't waste your time. It's another second rate movie. Не трать свое время. Это очередное второсортное кино. Ordinary. Обычный. Банальный. Ничего особенного. Помните, мы уже его использовали, когда нас какое-то место не очень впечатлило. И, кстати, к фильмам это тоже применимо. There are lots of ordinary comedies coming out. I want something uplifting. Так много банальных комедий выходит, а я хочу что-то вдохновляющее. Disappointing. Зазачаровывающий. The cast is amazing. How can this movie be that disappointing? Актерский состав потрясающий. Как фильм может быть таким разочарованием? Predictable. Предсказуемый. This movie is too predictable. I knew who the murderer was from the very beginning. Этот фильм слишком предсказуемый. Я знала, кто убийца уже с самого начала. Controversial. Противоречивый. The reviews on this movie are too controversial. I don't know if we should watch it at all. Рецензии на этот фильм слишком противоречивые. Я не знаю, стоит ли нам вообще его смотреть. Overrated. Переоцененный. Имеющий завышенные оценки. What? 9 out of 10? No way. It must be overrated. Because of the cost of something. Что? 9 out of 10? Да не может быть. Наверняка оценку завысили из-за какого-нибудь актерского состава или чего-нибудь еще. Ну что, как вам сегодняшнее видео? Если все понравилось и вы хотите больше прилагательных и для других тем, например, внешний вид или личные качества человека, обязательно пишите плюс нам в комментариях. И спасибо, что сегодня были с нами. See you soon! Субтитры сделал DimaTorzok